Жители сразу нескольких улиц на машзаводе боятся оказаться отрезанными от цивилизации и говорят, что живут на острове. Единственная дорога, по которой они могут добраться до своих домов, сегодня вызывает у них слишком много вопросов. Старая добрая дорога вдруг превратилась в непреодолимый подъем. Причем пробивали в прямом смысле когда-то этот путь к своим домам жители сами. Засыпали землю, грунт возили на глину сверху, нанимали за свои деньги, всеми соседями скидывались, нанимали машину, трактор, он нам равнял все это. Получилась отличная дорога. Никого ничего не просили, сами все сделали. Теперь дороги нету. То, что мы привезли, они зарыли. Выкопали глину, подняли. Мы даже то, что они сделали, мы даже летом не могли подняться. А закопала старую дорогу компания Рост Инвестстрой. Дело делали хорошее, проводили водовод. Воду здесь давно ждали. Но вышло, как в той поговорке. Одно лечим, другое калечим. Вода будет, зато былой дороги пока не предвидится. Скорая к нам подойти не может. Альянс, фирма, мусор, который возит, тоже отказываются ездить. Они подняться не могут. Через больницу мы ездим на легковых машинах. Туда не пускают уже с мусором, потому что это Минздрав. Куда он с мусором поедет? Мусор вообще у нас месяцами не забирали летом. Все это кисло, мухи летают. Хотя у всех все оборудовано. Бочки, ящики. Была дорога хорошая. Начали копать, дорога стала не очень. Потому что даже вот вызываешь такси, ни одно такси не едет. То есть раз в 5-6 пытались вызвать такси, когда договоришь адрес, либо не едут, либо не могут подняться, чтобы заехать. Уже и к депутату местному обратились. Он сделал запрос провести грейдирование. Но обещать жильцам своего округа тоже ничего не может. Я привожу все усилия, чтобы действительно эту ситуацию как-то разрешить. Давайте как-то пообещаем людям, чтобы до первого снега решиться вопросы. К сожалению, у подрядчика есть официальное время до декабря. И говорить, что я до первого снега пообещаю, я просто соберу. Ого! Так, когда это появилось, Дера? Да, в начале лета и появилось. Они раскопали все и бросили. С начала лета подрядчик раскопал 4-метровую. Это еще остатки, а тут яма была целиком, 4-метровая, по всей дороге не огороженная, ничего. Интересно, что строя водовод здесь снесли все, что можно. В том числе горку, с которой раньше катались дети. Но горка – это полбеды. Незакрытые колодцы – вот что вызывает настоящую тревогу. А вот еще один колодец, по словам местных, разрыл его. Все та же контора, которую, собственно, сделала и тот. Но это, на самом деле, очень смешная защита. Посмотрите, какая здесь глубокая яма метров 5. И тоже абсолютно никакой защиты. Но это смешно в 21 веке делать такие крышки на колодце. Внезапно появился представитель той самой фирмы, что проводила здесь водовод. Это нормально? Что? Вот так вот, вот так вот закрывать колодцы. Украли люк. Украли люк? И наверху тоже украли, вот там? Да. А, то есть виноваты во всем местные лежители, которые воруют люки. Я не знаю, что это без понятия. Ну, а после того, как украли люки, как-то же вы могли бы досмотреть? Буквально вчера тоже вчера. А мне, ясно, говорят, что давно крышек нет. Но и он объяснить вопиющие факты халатности тоже не смог. Зато пообещал. Ну, ровную вернете хотя бы дорогу людям? Да, конечно. Все, обещаете? Да, грейдер пройдет. Грейдер пройдет, все будет хорошо, все будут счастливы. Да, конечно. Разровнять дорогу подрядчик пообещал. А вот то, что на ней станет меньше глины, нет. Между тем, заводчане с ужасом ожидают первого снега. Подняться по ослякоти, трясине и глине домой они точно никак не смогут. Мария Латышева, Сергей Костенко. Новости дня. Мария Латышева, Сергей Костенко. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова